Ребята, всем привет! Вы на канале Виконста. Сегодня записываю очередной видеоролик для вас. Я знаю, что выпуски в формате влогов, когда я иду, показываю и рассказываю от первого лица, вам очень нравится. Я приехал на железнодорожный вокзал. Ранее я вам показывал ту часть вокзала. А сегодня я покажу вам пригородный вокзал, но и окрестности. Здесь находится Донецкий железнодорожный музей. Вот, как бы паровозное депо станции Юзова. Ну, на данный момент он не функционирует. Как это не функционирует? Функционирует? Конечно, мы работаем. Ну, а посетители ходят? Ну, посетителей мы редко принимаем. Ну, понятно. Когда очень-очень настойчиво, то можно. Понял. Ну, в общем, можно, да? Понял. Та не, они хорошие, я вижу. Спасибо. Так, ребята, ну вот, в онлайне нам разрешили посетить этот музей. Как бы это все печально не смотрелось, но эти уже паровозы, тепловозы отжили свое. И сейчас украшают железнодорожный вокзал. Вот, смотрите, Донецкая железная дорога, Дон ЖД. Ну, в общем, в таком состоянии у нас железнодорожный парк. Ну, то есть, это можно было раньше приходить и смотреть. Ну, в принципе, любой человек может прийти и глянуть. Ну, вот, как я в онлайне, вот, начал видеоролик снимать. И вот, человек сказал, заходи, посмотри. Ну, в принципе, если было бы интересно, что-то за них историю какую-то рассказать прикольную. Ну, а так, я был на той стороне. И, кстати, сейчас идет объявление диктора. Не знаю, что она там рассказывает. Ну, поездов на перроне нет. Кстати, сейчас ходит у нас один поезд с станции Донецк. Это Еленовка, Донецк. Расписание я снимал на прошлом видеоролике. Ссылочку я где-то прикреплю либо здесь, либо там. Ну, там он два или три раза в день ходит. В принципе, кто ездит в ту сторону на Еленовку с Донецка, то, может быть, можно будет доехать побыстрее. Ну, и там, соответственно, недорогой проезд. То есть, это в ту сторону, через Рученково, через Мандрыкино, вы попадете на Еленовку. Ну, в таком состоянии с этой стороны эти паровозы. Представьте, какая мощь. Как было раньше все сделано. Ну, а сейчас, к большому сожалению, у нас не курсируют поезда. Раньше с этого железнодорожного вокзала отправлялись поезда на территорию Российской Федерации, на всю территорию Украины. То есть, вы могли прийти, купить билет и отправиться в любую точку, которая находится, ну, недалеко от Донецка. Будто это Львов, будто Одесса, Киев, Харьков. Ну, а сейчас вот так у нас такая вот ситуация происходит. Как бы это все печально не звучало, но это реальность. Такие реалии. Вот, видно, с 2004 года вагон деревянный. Так, сейчас мы будем выходить отсюда. И покажем вам дальше, что у нас там происходит. В принципе, я хотел снять вам небольшой влог. За железнодорожный вокзал вы увидели. Все. Ну, вот смотрите, там через окно есть плакаты, где расположение подвижного состава музея истории развития Донецкой железной дороги. Но мы вовнутрь входить не будем, так как нас туда не приглашали. Но сейчас я вам покажу эту сторону. Здесь также есть автостанция. Люди ездят на автобусах. Покажу вам, где здесь останавливаются автобусы. Ну, и выход с подземки. Переход с центра города на эту часть вокзала. Это считался пригородный вокзал. Зал ожидания. Такие светло-голубые, красивые, кожаные стулья. Не знаю, там, наверное, он сейчас закрыт, потому что стояли ограничения. Но у нас уже холод. Как-то и веселые ролики неохота снимать. Тем более, видя вокруг вот такую вот ситуацию. Ну, понятно, что стекла эти никто не будет восстанавливать. Во-первых, цена у них космическая. Ну, и как-то так. Ну, здесь у нас автостанция. Вот. Ну, и люди ждут свой автобус. Давайте я вам еще покажу магазинчик. Тут у нас магазин экспресс. Он тут продает всякие вкуснятины. Здравствуйте. Ну, в общем, блин, обычный среднестатистический магазин. Блин, уже аж завариваюсь. Холодно на улице. Руки аж красные. Че ты? Бедолага. Покрутила вас жизнь, да, ребята? Так, ну, это мы спускаемся в подземный переход. Здесь когда-то выходило отсюда большое количество людей. Я помню здесь, когда ездил на поезде, просто катастрофическое количество людей. Ну, а сейчас движение есть, но слабое. Ну, сейчас я вам покажу выход в центр города. Конечно, единственное, что с моим ростом до потолка, вот, рукой можно достать. Ну, это так. Ну, это так. Издержки. Ну, давайте выйдем на платформу. Выход на третью платформу. Путь 4-5. Вообще, изначально 4-5, 6-7 путь был для пригородных поездов. В чем суть? Электричка, когда открывается, здесь высокая посадка. То есть, все поезда, которые приходили в Интерсити, Киев, Харьков, они приезжали в основном на первый путь, на второй. Ну, в редком случае на четвертый. То есть, изначально все электрички останавливались в этой всей плоскости. То есть, с той, с другой стороны. Ну, а так, в принципе, вот так выглядит железнодорожный вокзал. Хотя, в принципе, ролик был. Ну, всем, я думаю, интересно будет еще на него посмотреть. Так. Ну, сейчас... Продолжаем движение в сторону города. Сейчас выйдем на центральную привокзальную площадь. И покажу вам город на пол 11 утра. 10-21. Сегодня понедельник. Рынок на вокзале практически не работает. В будние дни людей на рынках мало. В основном, он шлах в субботу. Это максимальное количество людей. Ну, и в воскресенье так, через раз. Вот так он выглядит. Раньше здесь невозможно было припарковаться. Ну, а сейчас здесь въезд закрыли. Ну, и, соответственно, машин так же не будет. Сейчас я вам еще покажу вокзал с этой стороны. Ну, и, в принципе, на этом будем завершать этот видеоролик. Я хотел вам изначально показать ту сторону вокзала, которую я не показывал. Ну, я цель перед вами выполнил. Ну, вот так он выглядит с этой стороны. С городской. То есть, людей как бы здесь немножко побольше. Сейчас я вам покажу сегодняшний рынок. Тут людей никогда не было по понедельникам. Может, и были, но в основном в субботу здесь. Ну, вы можете посмотреть ролики реальный Донецк, ЖД вокзал. И там я показывал, что тут реальная толкучка. А сейчас такой стихийный рыночек продают у кого что есть. То есть, малина, помидоры по 25. И хватит. Огурцы, мед. Ну, в принципе, все. Рынок тут в субботу. Работает. Что касается двойки. Ну, в принципе, все сидячие места заняты. Ну, и пару, тройку людей здесь стоит. Сегодня прогулялись по железнодорожному вокзалу. Показал я его с другой стороны. Не с городской, а с улицы Артемовской. Показал я вам, как он выглядит на осень 2019 года. Получился у нас небольшой влог. Так как по просмотрам ролики, которые небольшие, пользуются популярностью немножко больше, чем очень длинные, нудные и скучные. В общем, ребята, кому понравилось это видео, вы знаете, что делать. Не забывайте подписываться на мой канал. С вами на канале был Виконста. Пока-пока.